Войдите! Да, я тоже пришел к Петру, его нет. А от кого вы сбежали? Это... А, я понял. Это не мое дело, хотите вы сказать, но вы правы. Нет, я его все не хотела так невежливо. Просто мне необходимо поговорить с Петром, да. Да, вы, наверное, поссорились с вашей матушкой. Я совсем не знаю, что делать. Вы присядьте. Присядьте, Варвара Петровна. Что же делать? Что делать? Извините, я недавно был невольным свидетелем вашего объяснения с Аглой Михайловной. И вы видели этого жалкого индюка, которого маменька прочила мне в мужья? Видел. Видел, я поражен. Такая невеста, как вы, могли бы рассчитывать гораздо более. Что вы такое говорите? Я вовсе не хочу замуж. Это мои принципы. Не пойду и все. Хоть убейте меня. Боже мой, как грозно. А вы не можете вообразить, что у девушки есть принципы? А чего же не могу? Если это девушка вы, Варвара Петровна, то... Вот и вы не всерьез относитесь. Нет, нет, нет. Я вспомнил, как вы того индюка отвадили. А теперь маменька нашла еще хуже. Соседа нашего по имению. Я с ним воздухом одним не могу дышать. Не то, что замуж. Да мне в одной комнате с ним дурно делается. А она замуж и настаивает. Я сбежала. Ни за что не выйду за него замуж. Браво, Варвара Петровна. Браво, 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 браво. Я восхищен вашим характером. Путь я, девица. Я ни на секунду не задумываюсь. Бежал бы от этого принуждения. Бежал бы... Бежали? А куда? В Африку. В Америку. В пустыне сионские, в джунгли. Да все лучше, чем жить с нелюбимым человеком. Хорошо, вы говорите. Только упускаете из виду одно обстоятельство. Что же? Рассуждаете вы по-мужски. А я-то... Куда я сбегу от маменьки, не имея никаких средств для жизни? Меня же не возьмут в кавалергарды, как вас или как Петю. Ну... А чего я не мужчина? Как было бы легко, я бы вызвала на дуэль всех этих, всех этих индюков. За их глупость и самонадеянность. Ну... Я решительно восхищен вашим характером, Варвара Петровна. Чем? Редко в ком из мужчин в наше время встретишь такой вольный дух, смелость, такое здравомыслие, наконец. А что мне делать с этим смелым духом? Ну вот, наконец, Петр Иванович пожаловались. Здорово, брат. Не в духе. Вручай сестру. Петя, меня маменька заневрево сватает. И что с того? Как это, что с того? Да он же мне в дедушке годится. Ну, не в дедушке. Петя, заневрево за этого самодура и пьяницу. Какой из него жених? Да я терпеть его не могу. Ничего. Стерпится, слюбится. Погоди. Так ты считаешь, что я должна выйти за него замуж? Ну, конечно, послушай маменьку. Она тебя добра желает. Черкасов, что за речь? Да ты верно шутишь, брат? Ну, шутит, вороль. Зря. Тут выручать надо, а не отшучиваться. Вовсе я не шучу. Петька, да что ты такое говоришь? Ну, вспомни, сколько горя ты пережил, когда Евдокия Дмитриевна отказалась благословить тебя и Олю. Дурак был. А матушка права. Даже Петя. Что Петя? Петя в самое пекло лез, а матушка сразу видно, что почувствовала. Да что почувствовала-то? А то почувствовала. Не послушался бы ее, ходил бы сейчас рогоносцем. Вот. А так и знал, что крыжовиное варенье у Толстого еще осталось. Ему из имения привезли на прошлой неделе. М? Он хоть и дуэлянты себя строит, а сладкоежка страшный, ух. Да. Ну что, Варвара Петровна, давайте чай пить? Что ты с Петей? Ушел. Ничего не посоветовал. Так и неприятно. Ну, когда неприятности надо, сладкое есть, варенье, конфеты, шоколад. Да, я правду говорю. А вот, когда вина еще не пил, я только так и утешался. Варенье. Я знаю, я в немецкой книге читала. Сладкое питает наш мозг, а вино размягчает. Значит, будем есть варенье, может быть, что-нибудь да придумаем. А что придумаем? Ну, что придумаем? Ну, пока не знаю, но за Невреву выходить нельзя, это же понятно. Вы такая образованная, начитанная девушка, за такого... Я так надеялась на Петю? Да, но вы не обижайтесь на него, из него сейчас просто... Ну, ему сейчас тяжело, хлопот своих хватает, он ничего не видит, ничего не слышит. Да, не обижайтесь. Я не обижаюсь, только мне так нужен был его совет. Он сейчас никудышный советчик. Да. Ну, каково? Вкусное. Угу. 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 Баранки где-то были. Угу. Угу. Что смешного? Угу. Угу. Пароль Петровна. Угу. Да вы как моя нянюшка, когда меня в детстве успокаивало. Такой смешной? Ну, если это вас веселит. Готов быть вашей нянюшкой. А на что-нибудь еще готовы? На что-то очень, очень, очень смешное. На очень, очень, очень смешное? Всегда готов. Я все придумала. Я все придумала. И как от Неврева избавиться и от остальных. Вы мне поможете? Субтитры сделал DimaTorzok